У меня уже плохо, плохая позиция, правда, я даже ничего не делал. Ужас какой. Давай правдное что-то, я позорю сейчас. Третий раз вверх. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим интересную партию, мастер-класс, который давал неоднократный чемпион мира и по русским, и по бразильским, и по стоклеточным шашкам Александр Шварцман для третьей разрядницы из Молдавии Евы Еригиной. Данная партия была сыграна на турнире памяти заслуженного тренера Молдавской СССР Грин Груза. Данная партия была выложена на YouTube-канале «Интересные шашки». Кому интересно, ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Ну и в данном видео партия начинается вот с такой позиции. В принципе, вот эта позиция при ходе черных могла возникнуть из дебюта отказанный отыгрыш, возникающего после ходов CD4-DC5. Белыми играл Александр Шварцман. Ну и в этой позиции играют обычно BC3 или DC3. Но Александр, похоже, решил запутать Еву и сыграл GH4. Далее, возможно, CD6-HG3 и черные меняются назад. Возникает дебюта отказанный отыгрыш. Белые начинают охватывать позицию черных, черные занимают центр. А, B4. Ну и здесь, возможно, либо FG5, либо Fe5 с примерно равной игрой. Похоже, в партии было Fe5. Далее, возможно, ЕF4. Белые заковывают центр черных в клещи. Ну и далее АB6-BA5. БЦ5-DE3. GF6-ED2. И возникла позиция, которую мы с вами рассмотрим. В партии Ева сделала отличный ход. ЕD4. Обратите внимание, что все остальные ходы уже ведут к пассивной позиции черных. У белых будет довольно-таки ощутимое преимущество. Александр выжидает. Играет Б3. Черные полностью занимают центр. Fe5. Александр продолжает выжидать. Играет АB2. Подтягивает свою отсталую шашку. Черные также подтягивают свою отсталую шашку. Это единственная слабость в их позиции. И белые играют GH2. С идеей разменяться на поле G5. После хода GF6. Так и было в партии. Белые меняются. И вот в этой позиции, друзья, была, возможно, прикольная жертва со стороны черных. Смотрите. Ева сыграла Б7. Но можно было пожертвовать шашку. ДЦ3. Видите. Бить на Б6 нельзя. Из-за несложного удара. Отдаем одну. Забираем две. И дамка, видите, здесь в данном случае сильная. Так как белые не успевают ее поймать. После хода ЦБ2. Меняемся. ЦБ6. Ну и черные постепенно побеждают. Если же в этой позиции после жертвы ДЦ3 бить на Б4. Тогда мы меняемся на поле Б6. И ставим белым ловушку. Если белые неосторожно сыграют Б5. Мы играем ЦД4. И затем проводим комбинацию. Попадаем, видите, в дамки. И затем не даем белым пройти в дамки. Ну и легко выигрываем. Здесь проблем у ученых с реализацией нет. Если белые это видят. Допустим, пытаются сохранить лишнюю шашку. Играют, допустим, БЦ3. Тогда уже связываем левый фланг белых. Ну и ход ЖА6 здесь уже за белых окончательно проигрывает. Ход ФЕ3 еще спасал. Мы его рассмотрим чуть позже. После ЖА6 спасения нет. Вываливаемся в центр ЦД4. Ну и на ход ЦБ2 играем либо БЦ7, либо БЦ7. То есть, видите, у белых лишняя шашка. Но особых дивидендов она им не приносит. После вынужденного размена мы подрываем пункт Ц3. Прорываемся в дамки. Белые вроде бы тоже прорываются в дамки. Но их дамка тут же ловится. И черные легко побеждают. Вот такая прикольная жертва с идеей вот этого ловушечного варианта. Но все-таки у белых в этой позиции еще была ничья. После хода ФЕ3 и хода БА5 они могли закрыться. БЦ3. И здесь черным уже надо проводить вот вторую жертву. ЕД4. Стандартный прием. Белым лучше всего побить на поле Ж7. Ну и ничья в этой позиции еще возможна. Допустим, ЖФ4. Черные прорываются на левом фланге белых. У белых просто страшная позиция. Но все-таки ничья есть. Напрашивающийся ход ФЕ5 уже проигрывает, кстати. Обратите внимание. Черные меняются ЕД6. Видите, бесполезно вести шашку Х4. Так как черные успевают провести шашку Ц3 в дамке на поле А1. И отсекают белых по большой дороге. Поэтому белым приходится жертвовать шашку. Лучшего нет. Ну и на ход Ж5 мы уже здесь снова возвращаем лишний материал белым. И просто идем в дамки. Видите, белые не успевают пройти в дамки. Черные их отсекают по большой дороге. Вот такой несложный выигрыш. Но все-таки ничья в этой позиции еще была. Для этого не надо жадничать. Надо пожертвовать шашку снова. Ну и как бы черные здесь не играли. Белые все-таки добиваются ничей. Например, БЦ3, ФЖ5. Стоит угроза ЖФ6. И белые прорвутся в дамки. Поэтому приходится играть ЕД6. Тогда белые играют ЖФ6. Ну и на ход СБ2 играют ФЖ7. Ну и тут форсированная ничья. Например, черные ставят дамку по большой дороге. Мы также ставим дамку. Нападаем на шашку. Д6 надо отходить. Играем АЖ5. Ставим угрозу ЖФ6. Приходится отходить. Ну тогда мы проводим вторую шашку в дамке. И легко достигаем ничьей за белых. То есть, как видите, друзья, все-таки интересная жертва. Она ведет к довольно-таки интересной игре с преимуществом у черных. Белым надо очень аккуратно играть. Но в партии Ева сыграла не менее сильно. Она сыграла БА7. Александр отвечает ДЦ3. Ловушечный ход. Естественно, чемпиону мира хочется победить. Третья разрядница. На самом деле, в этой позиции уже надо было белым трубить отбой и меняться назад. С небольшим преимуществом у черных. Например, после размена ЦБ6. Белый играет БЦ3. Ну и тут черные еще поддавливают. Либо после хода АБ6. Либо хода ДЦ7. Но после хода ДЦ3 белые ставят коварную ловушку. Под черных поставьте видео на паузу и попытайтесь найти правильный ход за черных. Но он у них здесь единственный. ЦБ6. И вот здесь подумайте, куда бы вы побили. Вперед или назад за черных. Подумайте. На самом деле, оказывается, что вперед бить нельзя. Этот размен уже проигрывает. Белые играют СД2 и полностью сковывают центр черных. Какая идея? Ну, видите, бесполезно играть БА5. Просто белые сыграют Ж6. Ну и на ход АБ6, видите, полностью связывают центр. Приходится жертвовать шашку. Ну, тут у белых форсированный выигрыш. Нападаем разок. Надо закрываться. Еще раз нападаем. Надо закрываться. Ну и тут либо БЦ3 размен. Либо ФЕ3. И у белых сохраняется здоровая лишняя шашка. Они постепенно побеждают. Если же черные это видят. Еще жертвуют шашку. Кстати, неплохая жертва. Очень часто она проходит. Но в данном конкретном случае она не ведет к ничьей за черных. У черных здесь проигрыш. Видите, на ход БА5 белые делают точный ход. ЖА6. Только он ведет к победе. Какая идея этого хода? Видите, если черные разменяются, СБ4. Напрашивающийся ход. Тогда белые проводят удар. ФЕ3. И попадают на преддамочное поле с выигрышем. Вот за счет этого удара и держится позиция белых. Даже не просто держатся. Они здесь побеждают. Если же черные играют просто СД4 вместо СБ4, тогда белые меняются. ФЕ3 назад. Ну и постепенно побеждают за счет лишней шашки. Например, АБ6, ФЕ3, БЦ5, СД4 вышли. То есть постепенно выводим отсталую шашку Б2. И белые побеждают за счет лишней шашки. Вот такую коварную ловушку подстроил Александр Шварцман для Евы. Но Ева четко меняется назад. Белые играют СБ4. Вроде бы кажется атакуют. Но на самом деле здесь у черных уже преимущество. Они меняются. ЕД6. Ну и на ход Б5 играют БЦ7. Александр в этой позиции молниеносно отвечает СД2. И вот здесь, друзья, у черных был довольно-таки симпатичный выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Попытайтесь обыграть чемпиона мира. Как бы вы сыграли на месте Евы, друзья. В победе вел ход АБ6. На первый взгляд кажется не суразный ход. Но обратите внимание, что он препятствует простым разменам белых. То есть нельзя меняться ни БЦ3 из-за хода ФГ5. И черные попадают в дамки на поле Ж1. Ни ФЕ3 меняться нельзя. Так как черные снова попадают в дамки после ФГ5. Но уже на поле С1. Вот такая вроде бы простенькая идея. Но за счет нее черные здесь побеждают. Остается единственный ход. ДЕ3 еще с каким-то сопротивлением. Тогда черные ставят рожон на поле С3. Ну и после хода ЖФ4 нападают ФЕ5. Если закрываться АЖ3, тогда здесь у черных очень быстрый выигрыш. Играем ФГ7. Ну и на единственный ход АЖ5 играем Ж6. И материальные потери белых неизбежны. Они проигрывают. Если же закрыться ФГ3, тогда черные снова нападают ЕД4. Ну и на единственный ход ФГ5 полностью оккупируют центр. Например, ДЕ5, АЖ3, СД4. Надо меняться, лучшего нет, ЖФ4. И тут проводим размен 2 на 2, СД6. Только он ведет к победе. Ну и белые за счет рожна на поле С3 здесь легко выигрывают белых. Можете убедиться в этом сами. Партия Ева не разобралась с этой позицией. И разменялась СБ6. Напрашивающийся ход. В принципе, возникла примерно равная позиция. У белых кажется, что плохо. Но на самом деле уравнение есть. Надо для этого было просто разменяться. В С3. И белые постепенно ведут партию к ничьей. В партии же Александр играет ДЕ3. Вот это уже, друзья, серьезная ошибка. Возможно, поддался Еве. Возможно, действительно уже не знал, как тут сыграть. Позиция действительно пассивная у белых. Непонятно, как играть на первый взгляд. Это я, конечно, тут вооруженный программными вариантами. Сижу такой, молодец. Для человека, в принципе, непонятно, как тут играть. И Александр играет ДЕ3. Ева реагирует. Играет АБ6. То есть, видите, не дает сыграть ЕФ4 из-за простого БА5. И черные попадут в дамки. Поэтому Александру приходится меняться. БЦ3. И здесь, на самом деле, у черных уже выигранная позиция снова. Ева играет БА5. Ну и на вынужденный ход ЕФ4. Белые как-то пытаются разгрузить свой правый фланг. Меняется назад. Александр играет СД2. Как-то сопротивляться еще надо. Ну и на ход БА3 играет ДЦ3. И в этой позиции у черных снова был несложный выигрыш. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Ева в партии сыграла ФЕ5. Этот ход ведет лишь к ничьей. Но у черных был довольно-таки простой выигрыш. Выигрывал форсированный марш шашки Е7 на поле Б4. Например, ЕД6, ФЕ3, ДЦ5, ЖФ4. Жертвуем шашку. Ну и просто прорываемся в дамки. Постепенно черные здесь побеждают. Также можете убедиться в этом сами. Здесь ничего сложного нет. Ну, далее в партии после БА3, ДЦ3, ФЕ5. Все-таки ничего не произошло. Партия закончилась ничьей. ФЕ3, БА7, ЖФ4. Разменялись вперед. ЕД6, АЖ5, ДЦ5. Белые разменялись назад. Ну и после хода АБ6 белые уже сами поставили рожон на поле Ф6. Черные играют БЦ5, белые ДЦ3. Черные пожертвовали шашку и прорываются в дамки. Ева еще пытается выиграть, но это уже позиция ничейная. То есть здесь уже, так скажем, некая осторожность нужна уже черным, а не белым. После постановки дамки Ева напала и Александр предложил Еве ничью. Вот такая интересная партия. Друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья, и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Ну ничья, все. Нормально сама играла. Хорошо играла. Третий разряд выживаете, да? Ну давайте треугольник Петров. Третий разряд выживаете.